Всем привет, бизнес-завтрак на радио Медиаметрикс, меня зовут Роман Дусенко и мне очень приятно сегодня в нашей студии видеть старого моего друга, потому что именно он, Сергей Митрофанов, поддержал мой проект в далеком 2013 году. Это уже далекий. Это далекий, действительно, с точки технологий, он действительно далекий. И когда мне вчера выдалась возможность пригласить кого-либо в гости, безусловно, я первый набрал тебе, потому что мы давно с тобой хотели встретиться. И, друзья, мне бы хотелось предначать нашу передачу такой фразой. Вот представьте, что через какое-то время, а Россия – это люди, которые в основном работают по найму, вдруг во всех передовицах, на всех интернет-сайтах появляется месседж. Работы больше нет. Это такой коллапс, когда понятие наемный труд исчезает. И вот с этого мне бы хотелось начать наш сегодня вопрос. Сергей, неужели такое возможно? Добрый день, друзья. Спасибо, Роман, что пригласили меня. Вы знаете, как в любой коммуникации, да, важно немножко гипертрофировать тезис. Но если задуматься и посмотреть на то, что происходит сегодня, то действительно, как ни странно, мы находимся в очень динамичной инновационной эпохе, эпохе развития новых технологий. И, как ни странно, опыт исторически показывает, что любая технологическая революция приводит не к увеличению, в первую очередь, а к сокращению рабочих мест. Но давайте вспомним восстание ткачей на рубеже XVIII-XIX веков. Конвейер, Тейлор. Конвейер, Тейлор и так далее. То есть, эти процессы сопровождались. Но те процессы заменяли, влияли, в первую очередь, на физический труд. Сегодня мы говорим о революции технологической области работы с информацией. Информация, которая становится важной частью любого бизнеса успеха, автоматизируется намного быстрее, чем это происходило с ручным трудом. И поэтому сегодня, действительно, многие корпорации рассматривают исключения, как я называю, информационных посредников, внутрикорпоративных. В первую очередь, многие мои друзья отказались от секретарей, потому что легче иногда самому быстро заказать билет, купить по карте, чем пять раз, согласовываясь с секретарем, время даты вылета. То есть, какие-то технологии стали уже данностью. То есть, многие работы, привычные многим раньше, они начинают исчезать, либо трансформироваться. Поэтому информационная революция, действительно, она вымывает людей из офисов. И в том формате, к которому мы привыкли, работая, трудовая книжка, рабочее место, с девяти до шести, оно действительно размывается и драматически размывается. Сказал, это проблема не только России, это глобальная проблема всех развитых экономик, либо экономик второго эшелона. Когда мы начинаем процесс сокращения издержек, ну, почему говорю, мы, если говорим о топ-менеджерах, руководителях или консультантах, которые приходят в компанию, первым делом мы смотрим на штатное расписание, они думают, кого бы сократить, да? Здесь у тебя подход совсем другой. То есть, когда мы говорим о том, что кого бы сократить, мы пытаемся впихнуть существующую функцию, кому-то еще не особо задумываясь о том, насколько эффективно она будет реализована. Ты же говоришь совсем о другом посыле. Мы говорим, функция будет более эффективна, если не будет человека. Почему? Ну, во-первых, многие позиции в компаниях, заняты людьми, выполняющим стандартные функции, сделать презентацию, перевести текст или отредактировать. То есть, много таких технических работ. Кто-то просто носил физические бумажки из кабинета. В кабинет тоже такая функция, до сих пор остается. Есть, есть. Во всяком случае, эти функции, которые легко заменяются технологиями. Мы действительно пытаемся оптимизировать штатную структуру, перераспределив функционал. Это, наверное, такое любимое развлечение. Базовое развлечение консалтера. Но, с другой стороны, есть много возможностей, связанных с выходом из этого черного ящика корпорации, потому что многие функции действительно стандартные. Но давайте мы начнем. Мы уже начали этим заниматься, на самом деле. Оптимизация автопарка, замена их такси. Кстати, да, действительно, неэффективно держать свой автопарк, когда можно корпоративный договор с Яндекс.Такси или с какой-то Uber. Мы уже этим занимаемся. Еще на больший уровень это вышло у компаний софтверных, разработчиков программного обеспечения, где действительно штатный коллектив небольшой, но используется разветвленная сеть фрилансеров, назовем их так. Можем ли мы сказать, что вообще понятие фрилансер закончило свое формирование в IT-интраструктуре? Они научились однозначно с ними работать? Я бы сказал, они закончились в двух креативных индустриях и в IT-индустрии. Но там дело в том, чтобы в IT получилось более качественно, потому что более структурированы процессы и постановка задач. То есть сегодня мы можем нанимать каких-то специалистов из IT-отрасли, чтобы они приходили в компанию и говорили, что можно сделать с аутсорсингом, как других людей выводить на аутсорсинг. И да, и нет. Все-таки надо понимать бизнес-процесс. То есть я бы сказал так радикально критично, что корпорации останутся то, что мы называем ключевыми компетенциями этого бизнеса, не самой корпоративного процесса, а самого бизнеса. То есть если вы хорошо управляете проектами, то эта компетенция останется на борту у вас. Но вы будете создавать проектные команды. Я бы не хотел называть слово фрилансер, потому что почему-то в корпоративном лексиконе он стоит между уборщиком и секретарем. Человек, который где-то там и так далее, который плохо контролируется и прочее. Я пытаюсь ввести термин. Скажем так, индивидуальные поставщики, услуг, решений, задач, скиллов и так далее. Что угодно можно. Отлично, мы к этому вернемся. Но давай еще раз сгустим краски. Итак, все передовицы, работы больше нет, фабрики и заводы закрыты, у них висит объявление. Давайте мы не про фабрики и заводы будем говорить. Да, и все-таки экономика даже российская в большей степени сервисная, то есть больше 60% ВВП формируется в сервисной, в офисах. Что бы страшнее было еще. Москва-Сити закрыт, все. Давайте Москва-Сити. Работы больше нет, рабочих мест больше нет. И люди в шоке. И вот как раз в этом состоянии шока, мне бы хотелось покончаться две стороны. Это компания, которая пришла к этому в результате каких-то технологий. И люди, которые стали перед выбором, а что им дальше делать? Давай начнем со стороны компаний. Когда они повесят объявление, что все, работы больше нет? Когда появятся инструменты, позволяющие автоматизировать… Это что, какие-то секретные технологии? Это не секретные технологии, это классические… Да, это подрывные технологии с точки зрения корпоративного управления. Что это? Когда вместо системы иерархии будет работать некий marketplace, что-то вроде еду, допустим, но только фокусированный на задачи корпоративного заказчика, когда можно будет легко и просто, создав набор информации, отдать ее, допустим, в создание презентации, простой. Да, это есть сейчас, есть фриланс. Можно ли я на секунду попытаюсь приземлить это все? Не всем понятно, что такое YouTube, потому что наша трансляция на всю страну. И вот сегодня мы говорим о том, что люди нас смотрят везде. Мне хочется, чтобы мы представили. Правильно ли я тебя понял, что в компании произойдет некая кристаллизация компетенций каждого из работников? Общая компетенция в рамках ключевой компетенции компании. В рамках ключевой компетенции компании. И, например, появился человек, который лучше всех делает презентации, человек, который лучше всех ведет переговоры и так далее, и так далее, и так далее. На каком-то общем информационном поле появятся внутренние предложения этих людей. Я бы по-другому рассмотрел. В компании есть креативные функции, и так называемые прикладные, или на уровне простых операций, простых навыков. Переговоры всё-таки креативная функция. Хорошо, но в общем не важно. Я бы говорил о том, что сокращение пойдёт за счёт именно нижнего слоя, выполняющего в большей степени функции рутинные. То есть, как Сбербанк объявил о том, что он меняет юристов на роботов. Да, вот пример. Кстати, хороший пример. Вот пример вам, Сбербанк меняет юристов. Это одна из горячих тем сегодня, потому что законодательство в своей основе структурировано. Там причинно-следственная связь логическая, там формальная логика живёт. То есть, этот процесс автоматизировать, наверное, очень просто. До тех пор, пока дело не переходит в суд, там уже вопрос выходит за роль немножко за формальную логику, и начинает работа креативной команды с двух сторон. У меня только сейчас идёт обсуждение с проектом подобного. Давайте тоже. Законодательство, которое работает в автоматическом режиме. Можно ли я ещё? Я у тебя спрошу потом про законодательство. Отдельный вопрос. Но вот ещё раз. Вот компания. Допустим, мы понимаем, что мы можем рутинные функции сделать как-то автоматизированные. Мы говорим, что мы их автоматизируем. Второе. Ключевые компетенции и навыки каждого сотрудника в рамках ключевой компетенции компании выносятся на всеобщее представление, и все, кому надо, делают какие-то внутренние заказы. Это пример самый яркий, наверное. У McKinsey есть свой внутренний корпоративный аутсорсинг. Он сидит в Индии, выполняет заказы, все презентации, какие-то технические на уровне навыков. Это как хелпдеск, да, получается? Нет, не хелпдеск. Хелпдеск всё-таки воспринимается как справочный ослуж. Уже я бы сказал, что это место, где сидят все, кто вам делает техническую работу. Я понял. Ты знаешь, для меня возникла некая визуальная ассоциация. Если ты приходишь в Макдональдс и подходишь к вот этому аппарату, который тебе заказывает еду, ты выбираешь то, что ты хочешь. Абсолютно. Я понял, что, скорее всего, большинство подобных функций будет не внутри компании, а вынесены за компанию. То есть, соответственно, мы ещё меньше людей задействуем. О, отлично. Нам не нужно, зачем нам на стандартные функции, допустим, у вас большой поток переводов с разных языков, не только с английского, на русский, и обратно, а разных языков. Логика старой компании – держать как можно больше людей на борту. Логика нового формата – отдать всё это на аутсорс, ну, с условным, когда вы не зависите от сотрудника, который сработает. У меня был интересный разговор, это было, боже мой, 12 лет назад, наверное, с водителем такси, который напрашивался ко мне водителем. Он спросил, сколько раз я езжу. Второй раз просто меня привели. Я говорю, ну, вот столько-то. Давайте я к вам пойду работать водителем. Я говорю, зачем? Ну, вы, типа, тратите вот 40 тысяч на такси, и давайте вы мне будете платить зарплату. Я говорю, зачем вы мне нужны? Да, во-первых, вы болеете, у вас есть праздники. Проблемы. Машина может сломаться. Я всё равно буду пользоваться такси, и, соответственно, с учётом всех функций, да, я буду тратить больше. Вот пример такси, наверное, очень хороший, что когда корпоративные парки, вроде бы водитель должен стоять внизу подъезда, да. Ну, сегодня время заказа такси. Семь минут, десять, даже в Москве. Пока спускаешься на лифт в Москва-Сити и выйдешь на набережную, ты успеешь два раза. Пока спускаешься по пустому в Москва-Сити. То есть, в каких-то логиках, где явно прямые затраты. Там прямые затраты, там уже компания переходит. С персоналом не явно так, да, потому что зачастую вот эту функцию переводчика выполняет сотрудник, который лучше всех знает английский язык. Особенно в среднем бизнесе, если мы возьмём. То есть, представьте, если вы этого человека, а вам нужно качественный результат получить, да. Мы считаем, что сотрудник лояльный, он не хочет просто перевести Google Translate, да. Вот, во всяком случае, человек вместо выполнения своего функционала, он, допустим, продавец. Или там мерчендайзер, который работает с сетью, да. И вместо того, чтобы заниматься этим работой, да, или отдыхать от трудового дня, люди тоже должны отдыхать, он занимается переводом, там, какой-то новой инструкции или чего-то ещё. То есть, здесь вопрос, он неявный, здесь нету явной затраты. К сожалению, да, там, у нас есть проблема в России, да, у нас ресурсы, а не люди человеческие. У нас ресурсы, да, и вот он, большинство предпринимателей даже не воспринимается, как затрата. Время, которое человек тратит на непрямую функцию. Да, то есть, если это всё посчитать, я являюсь ментором одного из стартапов, кто занимается вот такой задачей, чтобы автоматизировать этот процесс. Мы считали, 20% времени... Неэффективного. Неэффективного. Можно сэкономить в компании, то есть, либо взять на 20% меньше людей, либо на 20% повысить производительность труда сотрудников. Много ли это или мало? Ну, я думаю, что... Если компания оборота миллион, вы будете, словно говоря, получать там миллион двести. Причём чистая прибыль, эта прибыль не требует затрата, это чистая. Это важнейший момент. 20% увеличивать прибыль. Я бы хотел тебя вот о чём спросить. Когда компания начинает использовать подрывные технологии? Вот, знаешь, удивительная вещь. Совсем недавно, вот совсем недавно только мы стали говорить об социальной ответственности капитала, да, о социальной ответственности, там, или компаний, о том, что по отношению к людям и всё остальное. И вдруг новая подножка нашим этим... То есть, всё, подрывные технологии. Компания уже не может себе позволить быть как прежде. Она внедряет новые технологии, высвобождая людей. Человек, раньше работающий на одну компанию, первое время находится в шоке. Но потом, я так понимаю, ты нам сегодня приведёшься к тому, что это не шок, это новые возможности для человека. Да. Вот, пока мы не дошли ещё до человека, я хочу закончить с темой компании. А компания может каким-то образом, или должна ли помогать человеку адаптироваться к новой реальности? Я бы так сказал. Первое, мы неправильно толкуем социальную ответственность капитала. О, давай. Да, мы превращаем в собес почему-то её. Что такое собес? Собес, да? Кто не знает, что такое собес? Организация... Организация социального обеспечения, да? Да, социального обеспечения. То есть, всё-таки мы находимся в рынке, да, и компании должны быть эффективны в конкурентной борьбе. Компания создаётся для получения прибыли. Абсолютно. Многие бизнесы сегодня становятся достаточно нагруженными человеческими ресурсами. Причём это отмечают все бизнесы, в том числе и производственные. Вот, то есть, оптимизация затрат – это задача менеджмента. И это отражается на конечной стоимости продукта. Конечно. Кстати, многие сейчас замечают, и мои партнёры за рубежом, что одна из самых больших индустрий, которая будет расти в следующем десятилетии – это переобучение. Это переобучение взрослых. Вот, поколение Y, поколение X. Мы с тобой. И будет переучивать поколение Z нас. Это самое интересное. Во всяком случае, это одна из огромных индустрий, причём она будет расти безумно. Вот те люди первые. Зачей счёт это будет? Могут быть корпорации. Вообще-то, по Трудовому кодексу, посокращая, корпорации должны выплачивать компенсации. Могу ли я предположить, что в следующем будущем я прихожу… Например, типичный работник. Давай представим, что вчера… Я вас испугался. Не-не-не. Мы с тобой давно не работаем по найму. И как ты правильно сказал в самом начале нашей программы, когда тебе дали совет, что ты столько же будешь искать работу, сколько будешь искать своего первого клиента. Итак, пустая Москва-Сити. Выходит менеджер по персоналу и говорит, Иванов, подходи, вот тебе твой персональный лендинг, иди работай. Теперь ты сам привлекаешь клиентов. Ну, во-первых, я бы так сказал, что лендинги и работа в сети будет проще. Мы сейчас находимся на этапе упрощения всего. Возможно, это будет профиль социальной сети достаточно. Да, я не знаю, что это будет. Заказать там услуги. Ну, в общем, да, этой кнопкой будет человек, который отдает вам. Да, там будет человек какой-то решать. То есть многие задачи все равно останутся. Мне тут про перевод говорили, что Google всех убьет. Я вчера попытался перевести в Google. Ну, через какое-то время. Посмотрите у меня на странице в Facebook. Скажи мне, пожалуйста, вот если, представляю, будущее, что было бы написано на странице Сергея Митрофанова? Ну, вот это единственное профиль, к которому бы все стали обращаться. Там бы ничего не поменялось, потому что в данной ситуации покупает Сергея Митрофанова. Это бренд. Это уже бренд. Да, это персональный бренд. Это, кстати, одна из тем, которые бы я советовал задуматься в первую очередь уважаемым миллениалам, что персональный бренд – это не ваша страничка в социальной сети. Социальная сеть – все лишь канал коммуникации. Это инструмент. Это инструмент. Это, кстати, одна из болезней, которая сейчас есть. Люди выдают работу над персональным брендом, банальная настройка страниц. Если, как говорится, у вас нет за душой ничего, все остальные каналы коммуникации вам не нужны, вам нечего сказать. Можно я еще раз тебя спрошу, потому что, на мой взгляд, это очень важно. Ты знаешь, будучи карьерным консультантом, я работаю с разного рода людьми. Особенно это возникает проблема на высшем эшелоне. Люди, работающие в госорганах или топ-менеджеры, понятия своего собственного бренда вообще отсутствуют. Почему? Ну, есть понятие репутации все-таки немножко. Я бы сказал так, Россия пока не рыночная страна. Поэтому репутация это инструмент рыночный в первую очередь. И работа с ним и бренд тем более. Это рыночный инструмент. Он работает эффективно в рыночной среде. В нерыночной среде он не работает. А поскольку у нас пока еще работает эффект доверия, или член команды сильнее, чем рыночный инструмент профессионал, поэтому профессиональный бренд вторичен. Хорошо. Куда тогда уйдет конкуренция? Конкуренция уйдет не между компаниями, а между людьми-брендами за право работать с клиентами? Конкуренция идет туда. Нет, понимаете, здесь будет немножко очень другой формат. Мы сейчас все рассуждаем про общественных сотрудников. Здесь будет немножко другой формат. Конкуренция будет между площадками, а дальше, как водитель такси. Есть конкуренция между водителем Uber? Наверное, есть ту первую кнопку нажмем. Вот и все. Но я не знаю. Я как потребитель выбираю некий площадку, которой я доверяю, что она за счет правильного управления ресурсами, вот этими ресурсами навыков людей, решит мои задачи. Переезд из пункта А в пункт Б. Примерно в том же формате. Кто-то любит Яндекс.Такси, кто-то Uber, кто-то Get, кто-то вообще любит звонить по телефону или стоять около обочины, подняв руку. Это выбор человека. Это тот канал, через который он доверяет получение этой услуги. Примерно так же будет работа и корпорация. Понятно, что это будет продажа чисто B2B, это будет в меньшей степени B2C рынок. Платформы, на которых сосредоточены исполнители, которые способны решить ваши текущие задачи, вот очень креативных дизайны до мега некреативных, да? Прочитать тексты, проверить ошибки. Наверное, мы подходим к тому, что уже сейчас используют туристическую индустрию, типа Букинга или TripAdvisor, где люди просто ставят комменты. И лучшей репутации к комментарию работы человека, наверное, не найдешь. Так такси вы тоже ставите. Да, кстати, причем они нам, и мы им. Скажи мне, пожалуйста, но это просто пока иллюзии, это какие-то фантазии или есть какая-то статистика в мире уже? Что происходит сейчас на этом рынке? На этом рынке происходит огромное количество стартапов, которые пытаются, сейчас они, вот я привел пример, там Udo, Cleaner, то есть много проектов даже в России появилось, которые занимаются, в большей степени они фокусированы на ваши личные, но реклама того же проекта Udo, который идет, предлагают работу юристов. Уже? Да. То есть, возможно, крупный банк из первой сотни не обратится туда, но какой-нибудь небольшой бизнес, у которого разовая задача, может вполне обратиться. То есть, это уже происходит. Просто есть одна проблема, это очень такая важная проблема, две точнее проблемы. Первая – это управленческая проблема, а вторая – проблема безопасности информационной. То есть, я бы сказал, что менеджер, а в основном во главе корпораций стоят люди, наши с тобой ровесники, обо многих, я не говорю про молодой бизнес, стартапы, где 20-летние обгоняют по доходам стариков, но я говорю про классический бизнес, о котором сложно переломить себе вот это. Как же так на меня будет работать человек, которого я никогда не видел, не встречался, даже не то, что человек, на меня будет работать сайт в интернете или приложение в моем смартфоне. Как это может быть? Это чисто ментальный шифт. Есть такое понятие – технологические иммигранты и технологические аборигены. То есть, technology natives and technology immigrants. Вот миллениалы – они технологические аборигены, а большинство из поколения… Мы – это иммигранты. Это иммигранты, да. И как любой иммигрант, нам надо пропустить через себя, через свою культуру, которую мы привезли с собой из прошлого до технологического, и очень сильно трансформировать. Поэтому это вот первый фактор, который сдерживает, и опять же, работая с нашим проектом Svelp, которым я являюсь ментором, мы поняли, что одна из проблем – это менталитет менеджмента. Уволят без проблем 20%, я уверяю. То есть, как только появится возможность сократить персонал, будет сокращать. Правильно, честно, по Трудовому кодексу. Но вот менталитет – как же так? Второй момент – это безопасность, это защита информации, с которой вы передаете документы корпоративные для служебного пользования, работать с ними. То есть, опять же, как всегда, работа самих площадок по защите, но это юридические уже аспекты. Я думаю, что один из ожидающих впереди – это такой пересмотр вообще внутренний, что все-таки является тайной корпоративной, а что является документом, с которым можно пускать работу. То есть, у нас предстоит серьезное переосознание менеджмента всей структуры информации компании. Вот это в первую очередь. Где и как она живет. Поэтому тут я бы сказал, что это не только проблема тех людей, которых будут сокращать, но и тех, кто останется. И к тому же это не сотрудник, которого ты можешь сказать, пришел работать в выходной. Но с другой стороны, эти люди могут работать и в выходной на вас. И 24 часа в сутки. 24 часа. И вы не зависите от рабочего времени, надо доплатить или не надо. Сколько интересно сейчас в развитой экономике может быть людей, которые уже свободны и не работают? Какой процент? Ну, я не помню статистику российскую. Но, в связи с тем, что примерно 15% минимум. Я вот минимум говорю. По оценкам, допустим, американских экспертов в области труда, сейчас это составляет не меньше трети. Ну, скажем, не меньше четверти. Четверти все-таки. Но рост будет взрывной. Количество таких людей. И вот на 22-й год 42% в американской, я могу экстрапорировать это на Европу, где-то 40-45% работоспособного населения будет самозанятым. Половина работоспособного. Пока не половина. Почти половина. Больше половины будет к концу следующего десятилетия. То есть, через 10 лет картина занятости кардинально поменяется. То есть, понятие, я пошел на работу, и для того, чтобы просидеть жопа часы с 8 до 5, отпадет. Да. То есть, люди будут задумываться о своей эффективности. Ведь это же, с другой стороны, тоже человеку нужно развернуть свое сознание. Знаешь, недавно буквально обсуждали, а что такое работа? Кто больше работает? Домохозяйка с тремя детьми? Или муж, который топ-менеджер? Он приехал, за ним приехал водитель. Он попил кофе, все остальное. Пообщался, сходил вечером в ресторан. Пришел домой и устал. Я бы даже больше сказал, у кого больше рисков несет. И человек, который теперь понимает, что ему будут платить не за то, сколько он отсидел, а за то реально обращаются к нему и не обращаются, выполняет ли он эффективно или не выполняет. Вот это же совсем по-другому. Как развернуть наших людей к пониманию того, что от них требуется эффективность? Во-первых, мы с вами разворачиваем сейчас. Я последние два месяца сумел поговорить в Европе, по России немножко на эту тему. Буду еще говорить дальше. Первое, пока ты не поверишь, что это будет, у нас же телевизор-то говорят другое, мы создаем рабочие места. Но не создаются они, не создаются, они не будут создаваться. Да, есть определенный предел. Я не беру робототехнику, которая придет на заводы и фабрики, которая заменит большое количество людей, но это тоже 10 лет примерно гэп, который трансформацией и ручного труда будет. Как вы должны быть готовы, как подготовиться к этому? Во-первых, надо понять себя, кто я есть. Просто сесть и понять. Представьте, какой у меня путь. Идти на бирже труда стоять за подачку от государства в качестве пособия, либо я хочу развить себе какой-то навык. Я что умею? Я умею хорошо вычитывать текст, и я вижу ошибки на лету. Окей, это хорошая возможность. Но ведь тебе скажут, нормация работы будет. Какой в нашей деревне возможности для моего личностного роста? Деревня это вообще прекрасно. Кушать-то мы хотим все равно. Площадки, которые занимаются автоматизацией взаимодействия фермера и жителей мегаполиса, они развиваются проекты. Ты можешь заниматься землей. Вопрос, сколько ты будешь с этого получать. Потому что, к сожалению, пока система дистрибуции сегодня недостаточно честная по отношению к фермерам. И основные получают. Ты можешь сам возить до ближайшей десятиэтажки? Вот вопрос, да. Вопрос очень простой. Но, к сожалению, я бы так сказал, легче в экономиках рыночных, где человек с детства понимает, что он может рассчитывать только на себя. Вот это, мне кажется, ключевой факт человеку, что теперь нет дяди, тети, компании, на которой можно переложить ответственность за себя. Абсолютно. У тебя будет приходить смс-ка два раза в месяц, теперь все зависит от тебя. Но как, не знаю, внедрить это в голову? Ты говоришь, самоанализ. Я занимаюсь этим уже третий год, и когда я говорю, в чем эффективность руководителя? Первое, вам нужно понять себя. Первое, давайте забудем о руководителях. То есть, формат, понятие руководитель исчезает. Ну, хорошо, какой-то некий проект-менеджер команды. Давайте мы вот о тех людях, которых надо трансформировать. Давай, люди, обычные. Обычные люди. Что вы умеете делать, кроме того, что... Ходили на работу. Допустим, к Роману вопрос. Что вы умеете делать, кроме того, что учить карьерному росту? Я подумаю об этом, например. Вы умеете водить машину? Я умею водить машину. Но через 10 лет будут машины без водителей. Выбросили. Выбросили. Я умею разговаривать с людьми. Я могу, наверное... Вы сможете пойти в какую-то тему заботы, психологическую помощь. Да, я могу, например, учить детей. У меня есть образование, я учитель. Всё, вы уже начали двигаться к учителю. Значит, вам надо посмотреть, если это будет через 10 лет, какие форматы обучения детей будут через 10 лет, как угодно. То есть, вы смотрите на себя. Не с позиции, что я сейчас делаю. Я деньги умею считать ещё. Банкиром. Да, я в своё время обучался обслуживанию водопроводных систем. То есть, может быть, я водопроводчиком пойду работать. Чёрт его знает. Вопрос первый. Спуститься с горы. Самое главное. То есть, мы всю жизнь залезали на эту гору. Мы на неё ползли. Вот история наша со школы. Учись, сдавай ЕГЭ, экзамены, и ты пойдёшь в эту гору. Всё, я сейчас работаю с студентами, преподаю в МФТИ маркетинг-инновации, и я их спрашиваю. У них 50 на 50. Идти в гору корпоративную, и всё-таки ориентироваться на себя, на свои скиллы. Это ребята, которым 21-22. Во всяком случае, в первую очередь, понять. Я не шучу, действительно, проанализировать себя. Что я могу, кроме того, что я, допустим, мамы, которых больше одного ребёнка, я умею хорошо заниматься детьми. Может быть, формат домашнего детского сада. Я сейчас не беру законодательство. Потому что законодательство придётся пересматривать. Ну да, это явно. Там жуткий, одна из проблем европейцев в ЕС, в том, что увеличение количества самозанятых, нет отчислений в социальный фонд, государственные машины. Как формируется пенсия, как формируется здравоохранение. То есть, должно быть всё упрощено. То есть, человек самозанятый. По сути, вот тебе телефон, вот тебе кредитка, проводи операции, вот тебе весь твой бизнес, он всё в телефоне. Да, но есть государственные расходы, правильно, они остаются. То есть, ты должен каким-то образом отчислять, какие-то налоги должны появиться, новые. Ну, у ИП есть налоги, да, я как индивидуальный предприниматель зарегистрирован, у меня есть налоги. То есть, вопросов очень много. Это не просто, вот мы говорим цифру, больше половины будет самозанятых. Это серьёзный удар, в том числе, по финансовой... По финансовой системе? С 20-го века. 21-го? Нет, 20-го. Система была создана в 20-м. Получается, она будет полностью пересмотрена? Она будет полностью пересмотрена. Это вопросы корпоративного управления. Она будет пересмотрена кординально, скорее всего. Это вот тема сетевой экономики, о которой говорят, не первый год, она пока реализована условно на уровне IT-компаний. Формат, когда действительно идет networking economy. Сетевая экономика не от слова интернет, а от слова взаимодействия. Вот мы действительно перейдем в следующем десятилетии к формату сетевой экономики, где будут хабы, создающие ценности, большие ценности, продукты, не знаю, и... И сотни тысяч людей, которые могут помогать... Абсолютно, да. То есть то, что называется «Ваши ценности будет доставлять не ваш сотрудник, а нанятый вами временный работник». Удивительные вещи. Вы понимаете, да, как воспитать их надо и так далее. Если мы вернемся в корпоративную... То есть очень много потребуется трансформации. И когда меня спрашивают, что почитать по корпоративному управлению, я говорю, что читайте интернет. Читайте фантастические рассказы. Да, может быть, да. Потому что много трансформаций ожидается. Сергей, мне хочется еще раз поговорить про людей. Давай. Я всегда ради людей. Мне это важно. Почему? Потому что человек – это основа сегодня. И я понимаю, что и моя работа сегодняшняя связана с человеком, с его будущим, с его карьерой. Возвращаясь... Например, знаешь, мне почему-то сразу приходят в голову картинки из фильмов или картин, не знаю, истории Древней Руси. Когда появляется понятие ремесло, ремесленник, да, когда человек шил лапти, не знаю, вязал кожу или делал что-то. То есть, получается, мы уходим опять туда-куда-то, на каком-то новому ремесленничеству? Ну, один из форматов, в котором мы возвращаемся к экономике отношений, это вообще Средневековье. Ого. Да, когда все строилось на отношениях. Единственное, что на то отношение, когда ремесленник, не знаю, кто он, кузнец или сапожник, от которых у многих фамилии произошли даже, он был известен своим качеством работы в рамках деревни, да, если он не мог... У него же клеймо свое именное было. Даже если не было, просто знали, что у Кузнецова можно подковать лошадь, и это будет стопроцентная гарантия. Но в другой деревне его не знали, там был свой Кузнецов, да. Но сейчас у нас деревня это глобально, да. Неоремесленничество, одна из форматов, почему я ввожу такое понятие, действительно, ремесло, но оно не только касается ремесла физического, работы с реальными вещами, оно касается многих направлений. Дело в том, что первое, самое важное фактор успеха, это качество естественного, да. Я даже его не трогаю. Само собой. Я по определению считаю, что люди хотят создавать качественные вещи. Конечно, хорошо. Первое, это то, что я называю уважение к технологиям. То есть, без этого успеха добиться будет невозможно. То есть, ты должен, ты обязан будешь быть технологичным. Да. Ты должен уважать технологию, ты должен понимать, или хотя бы иметь того, кто тебе поможет разобраться, как работает в новом формате вот этой большой деревне информация, как ты можешь себе предоставить. Либо ты будешь активно развивать свой собственный сайт, либо ты просто зарегистрируешься на каком-то площадке, где будут тебе гарантированно предлагать работу хотя бы раз в день какую-то, да, и ты будешь занят, ты будешь сам регулировать. Вот. То есть, ты должен уважать технологии. Это очень важный момент. И, наверное, одна из проблем, вот сейчас технологии, с технологиями борются почему-то, да. В Париже борются против Amazon Delivery, да, которая убивает часть маленьких магазинчиков около дома. Да, действительно, в прошлом году, это тоже новый формат. Я говорю, вот мы рассматриваем только офисы, а вот проблема маленького предпринимателя, который всегда продавал там, имел набор продуктов. Необходимых продуктов для дома, да. Да, да, теперь это действительно убивается, там, Amazon Delivery, который доставляет эти продукты. Но всё равно можно подумать, попробовать договориться, что к нему... Через него. Он складом станет. Ну, то есть, там вопрос на эти семья... То есть, нет нерешаемых проблем? Абсолютно нет. То есть, здесь надо просто, первое, понять, что мир поменялся. Всё. Поверить. Его не измерят ни указы президента, ни решения ООН и так далее. Мир поменялся на сегодня. Да, можно отсрочить это, да, и уговаривать себя, что мы в России пойдём собственным путём, но вопрос один. Мы хотим быть частью мира или мы хотим быть островом, на котором мы будем продолжать играть в свои собственные игры? Экономика глобальна. Сегодня, создав сайт, даже на русском языке, вы попадаете на глобальный рынок, и вас могут купить потенциально там несколько миллиардов покупателей. Но всё-таки Google Translate, худо-бедно, поможет им понять какие-то вещи основные. Ты знаешь, удивительная вещь, но я сейчас... Ну, мне не даёт покоя пустая Москва-сити. Во-первых... Ну, можно там устроить какой-нибудь там LaserTech или что-то ещё. Да вот ты понимаешь, смотри, вот это же на самом деле подрывные технологии и такого, скажем так, очень интересного бизнес-направления, как development, который развивался сейчас. Башни офисные строятся по-прежнему, растут как грибы. Люди окажутся в ситуации, что не будет компаний, которые захотят там. То есть, их надо будет себе под жильё переформатировать. Да, я поэтому и думаю, что когда у нас затеяли в Москве снос пятиэтажек, зачем, что на месте их будут строить. По большому счёту, сейчас помнишь, я не знаю, мне сразу всплывает кадр из какого-то фильма там старинного, где за границей человек подходит и на табличке его квартиры написано доктор такой-то, адвокат такой-то. То есть, получается, мы идём к тому, что квартира человека и станет его основным рабочим местом. И да, и нет, я бы здесь всё-таки… Коворкинги? Что будет? Ну, то есть, понятие не все люди, особенно даже молодое поколение, не все готовы работать дома. А где? То, что так называемое, это вот плейс, то есть, сейчас кафе, коворкинги и так далее. То есть, получается, что сейчас офисы… То есть, давай так, давай девелоперам пошлём такой сигнал, что офисные помещения через корр сдохнут, и на их место надо будет просто предоставить возможность людям… Уже проблема. Приходить и просто работать в пустых местах. Я это вижу, как происходит, да, то есть, ну, я бы сказал, дал три года на всё это дело. Билайн, в чём три года? Билайн, напоминаю, там, сколько, три или четыре месяца назад сказал, что он закрывает офисы физические по регионам. Почему? Неэффективно. Бессмысленно? Ну, потому что работа совершенно другая, работа с информацией не требует офисов, в котором вы… Офисы для чего нужны были? Для того, чтобы люди, которые работают с бумагами, бумагами, бумажной экономики, да, вот, приходили и перекладывали эти бумажки. То есть, если мы с тобой вот так вот бы расфигачили нашу экономику, была бумажная экономика, а стала диджитал экономика. Я бы сказал, при всём уважении к Герману, Клименко, который создал эту студию, я мог, не выходя из дома, с тобой пообщаться на эту студию. По скайпу, да. Да, то есть… Чуть-чуть качество бы страдало. Ну да, может быть, мы слушали, скайп подвисал и так далее. И всё-таки, как это, сказал один мой друг, харизму невозможно передать через экран монитора. То есть, места будут по-другому, они будут трансформироваться. Те же магазины превращаются в шоурумы, реальный шоурум, где вы будете оценивать, а потом идти покупать. Причём, это очень интересный вопрос, потому что магазин-то мы идём в Ашан тот же самый, не только для того, чтобы по списку купить, но и подумать, потому что продукты, запахи, нам, блин, а что бы… Ах, завтра хочется рыбки свежей. О! Да. В интернете я это вряд ли не смогу ощутить. Я буду только визуально смотреть на это всё, хотя я думаю, что стартапы сделают своё дело, и запахи будут передаваться. Ну то есть, на самом деле, всё просто. Мы идём к пониманию тому, что планирование войдёт в жизнь людей. Люди начнут планировать своё меню. Они понимают, что в понедельник они это, во вторник это. Система доставки будет привозить рано или позже. Всё равно нам хочется реально… Походить, почувствовать, яблоко. Почувствовать. Многие говорят, что миллениалы сидят там в гаджетах. Я когда в Севилье общался, проводил воркшоп с ними как раз на тему не, у ремесленничества, да, у меня было 20 человек в аудитории, только 2 человека сидело в ноутбуках и в гаджетах. Это были преподаватели. А мы с миллениалами обсуждали как раз это их затрагивали. Слушай, невероятно интересно. Спасибо тебе огромное, что ты поделился с нами этими идеями. В завершающие 5 минут как бы ты обобщил нашу тему и рассказал бы немного о своих личных прогнозах и о том, как ты себя видишь в этой новой экономике? Да, хороший вопрос. Я вроде занимаюсь брендингом, а мы обсуждаем корпоративное управление. Ну, во-первых, есть несколько советов тем, кто будет заниматься. Среди них серьезный подход к своему персональному бренду, проработать его, опять же, не начинать со странички в Facebook, а просто сети, понять, да, на уровне функциональном, что я могу сделать, да, на уровне социальном, да, в социальном измерении своего бренда, допустим, я, почему я могу объединять людей вокруг себя, да, что я могу дать этим людям, да, и, наконец, вот мы говорили о некой духовной, о миссии, да, вообще, какая у меня миссия по жизни. То есть, если я хочу быть узнаваемым сильным брендом, мне придется продумать, там, как минимум, эти составляющие, да, это персональный бренд, а дальше вы получите большой набор инструментов, с которыми вы будете работать везде. У вас появятся те сообщения, о которых просят любой медиамин, менеджер, контент, точнее, извините, сейчас это не модное слово, медиаменеджер, любой контент-менеджер, у вас появится контент, он будет осознанно, он будет бить в одну точку. Персональный бренд все равно нужен, потому что, в конечном счете, это как в сервисе, у меня мой клиент салона Моне, мы очень много общались с Александром Глушковым, с фаундером, он говорит, вот развитие профессионала, умеющего делать дело, происходит в нескольких стадиях, сначала он подмастерье, потом он эксперт, потом он становится мастером, а мастер, может быть, вы уйдете с этих площадок больших, у вас будет действительно табличка на двери, куда будут приходить к вам, потому что вы мастер высшей категории, вы гуру в этом маленьком, небольшом деле, которое вы делаете, которое вы любите делать. Второй момент, очень важный, это все-таки сознательный подход, я верю, что, кстати, вот такая трансформация, слово корпоративно-социальная ответственность трансформирует все-таки сознательный бизнес, сознательность бизнеса, потому что мы будем слишком зависеть с своего личного бренда, мы не сможем прикрыться зонтиком корпорации, сказать, эта корпорация плохо себя ведет, или хорошо себя ведет, я лично, я развиваю или нет, отношусь ответственно или нет. Я помню случай на Арбате, когда я увидел зимой, было явно, хозяин пришел, по внешнему виду, так сказать, около ювелирной лавки, отбивал лед вокруг своего магазинчика, маленький магазинчик, у него витрина, 4 метра, он взял, отбил и убрал снег. Нам нужен Собянин для того, чтобы убрать снег у своего подъезда? Наверное, не нужен, и я думаю, что это поменяет сознательность отношения, и главное, помню, что вы в глобальном рынке. Я очень верю, что мы будем мудрые решения принимать, в отличие от соседей, по взаимодействию в глобальной сети, но мы в глобальном мире, и вы, начиная работать, вы начиная развивать себя, свой бренд, свой продукт, выходя даже на простейшие площадки, уже в глобальной экономике. То есть, не игнорируйте технологии, любите людей во всем мире, которые вокруг вас, будьте естественны, развивайте свой бренд, вот это главное. А для корпораций я предвижу сложное мучение, я не верю в бренд работодателя, больше, я об этом написал статью, которую вы, Роман, кстати, прочитали, я не верю в эти игры, будет бренд партнера и бренд поставщика. Все равно, кто это поставщик, один человек, или большая глобальная корпорация. Вот эти два направления, которые я для себя уже вижу в своем бизнесе, развитие этих направлений. Спасибо тебе огромное. Уважаемые радиослушатели, сегодня во всей этой, казалось бы, футуристической кампании и футуристической теме, о которой мы сегодня говорили, о пустых офисах и все остальное, я для себя сейчас под конец нашел нечто самое главное. Я сейчас поделюсь этой своей мыслью. Я сегодня написал путь, написал в Фейсбуке утром пост о своем маленьком пути, трансформационном моем личном. Он начинался с того, что в 2014 году я задумался о своей осознанности. И сейчас я потихоньку, медленными шагами иду к ней, сравниваю это с понятием взрослость. Взрослость это не 40 лет, а взрослость это состояние души. Удивительная вещь, но технологические, подрывные технологии заставляют человека посмотреть на себя, повысить свой уровень осознанности. Представляете, какой потенциал получит наша родина, наша страна, когда каждый из нас, человек вдруг осознает о своей миссии. Вдруг поймет, в чем его предназначение в этом конкретном периоде времени. Это колоссальный энергетический потенциал, который сможет нам сделать, ну я не знаю, невероятные, это как нейронный ускоритель для нас, для всех, для того, чтобы оказаться в каком-то невероятно прекрасном, чудесном будущем. Сергей Митрофанов на радио Медиаметрикс, бизнес-авторак, Роман Дусенко. Огромное тебе спасибо. Всем успешной работы сегодня. Пока.